Свистать всех наверх! На бордож! Доброе утро, дорогие ребята! Серёжа, ты сегодня пират? Именно так, Каркуша. И мне только не хватает настоящего пиратского попугая. Ну, я бы с удовольствием тебе помогла. Но я-то ворона. Подожди, подожди. Пиратская ворона. Это тоже отличная идея. Но, честно говоря, я уже подготовился и решил сегодня всё-таки смастерить попугая. Смотрите, ребята, что у меня есть? Плотная белая бумага, на которой я нарисовал контуры тела и крыльев попугая. А ещё нам понадобятся ножницы, клей-пистолет, фломастеры и вот такие трубочки для напитков. Одна диаметром побольше, а другая поменьше. А зачем? Скоро всё поймёшь, Каркуша. А пока вырежем детали попугая. Так, я всё-таки вот эту штучку подниму, чтобы вырезать было удобно. и я всё вырезал ровно. Хочешь примерить вот эту штучку? Да, хочу. Да? Хорошо. Так. Ты же настоящая пиратская ворона. Сейчас буду. Так, вот. О, теперь я настоящая пиратская ворона! Ещё чуть-чуть и у нас будет пиратский попугай. Да. Каркуша, ты же всё знаешь про птиц, правильно? Ну, я знаю многое, но не всё. Вот скажи мне, а где обитают белые кокаду? А, Серёжа, а давай лучше спросим у профессора. Хм, хорошая идея, давай. Большие желтохохлые кокаду обитают в пальмовых и эвкалиптовых лесах Новой Гвинеи и Австралии. Они ночуют высоко на деревьях и любят купаться под дождём. Эти умные птицы живут 50 лет, могут научиться говорить и стать лучшим другом человека. Детали вырезаны. Ой, мне кажется, нужно их раскрасить. Точно. Так, вот мои фломастеры. Какого цвета хохолок у кокаду? Скажи мне, Каркуша. Жёлтого. Правильно. Итак, жёлтым фломастером разукрашиваем хохолок. Так. С другой стороны. А глаз и клюв, Каркуша? А под глазом у него жёлтое пятнышко. А сам глаз и клюв пусть будут чёрными. Хорошо. Так. Тогда клюв у нас будет полностью чёрным. Да. А вокруг жёлтое пятнышко. То же самое и с другой стороны. И клюв надо разукрасить. Конечно, Каркуша, клюв не забудем. И нарисуем линию вот здесь. Вот так. Серёжа, нашему попугаю нужны крылья. Хорошо. Их также мы вырезали. Вот заготовка. Её согнём пополам. Вот так вот. Видишь, Каркуша, сложили пополам. Да. Теперь каждое крылышко немного загнём. Буквально на один сантиметр. Отступая от линии сгиба. Вот так. Вот что должно получиться, ребята. Угу. И уже теперь приклеим крылья. Вот так. Берём клей-пистолет, капаем немного горячего клея. И соединяем две детали. Здорово получилось! Да. Теперь продолжаем работать. Ведь мы же хотим, чтобы этот попугай замахал крыльями. Ну, конечно! Сделать это очень просто. Возьмём две трубочки для напитков. Ту, что потолще, разрежем вдоль сантиметра на четыре. Сейчас покажу. Вот так вот. С одной. И с другой стороны. Вот так они должны загибаться. Как лепесточки. А тонкая трубочка зачем? То же самое мы сделаем и с тонкой трубочкой. Только разрежем её буквально на один сантиметр. Ух ты! С одной и с другой стороны. Эта трубочка, Каркуша, будет у нас создавать движение. Интересненько! Итак, её также мы разрезали, как я и сказал, на один сантиметр. И приклеим её в нижней части нашего попугая. Капаем клей. Вот так вот. Ну-ка! А теперь вставляем толстую трубочку. Её концы фиксируем клеем-пистолетом. Дадим клею высохнуть. Смотрите, как это работает, ребята. Оранжевую трубочку я держу крепко. А вот красную двигаю вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ой, как здорово! И попугай летит. Да, абсолютно верно. Настоящие пиратские какаду. Ну, а на сегодня это всё. Ребята, творите, мастерите, придумывайте и фантазируйте! До встречи в мастерской! Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! На канале Карусель. С добрым утром, малыши!